МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Референдум 2022. Специальный эфир. Вы смотрите Бобруйск 360. Я Мария Бересневич. Мы начинаем. Судьба Конституции в наших руках. В Беларуси завершился республиканский референдум. Я горжусь, что я стала белорусской. Будущее страны выбирали от мала до велика. Первые лица Бобруйска сделали свой выбор. Сегодня мы делаем определенный шаг в будущее. Какой Беларусь Александр Студнев видит завтра? На высшем уровне ход проведения электоральной кампании мониторят международные наблюдатели. Нарушение препятствующего хода возраста граждан мы не зафиксировали. Что еще говорят эксперты? А также лучший город, второй дом и любимые лакомства. Для Бобруйчан подготовили праздничную программу и дегустацию продукции местных производителей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выборы в стране признаны состоявшимися. Ровно полчаса назад закрылись участки. Завершился основной день голосования. Члены комиссии вскрыли урны и приступили к подсчету бюллетеней. Александр Студнев тоже поучаствовал в электоральной кампании. Важный день в этом году не пропускает руководство города. Мэр Бобруйска отдал свой голос в 10 утра на 33-м участке, который расположился в здании электрических сетей. Александр Студнев, согласно процедуре, сперва показал паспорт членам комиссии. Они сверили данные. После расписался в бланке и на руки получил бюллетень. Затем отправился в кабинку и сделал свой выбор. Сегодня мы делаем определенный шаг в будущее. Я благодарен сегодня в первую очередь нашим бобруйчанам, люди, которые со своей гражданской позицией тоже не находятся в стороне, потому что они тоже активно участвовали и давали конкретно свои предложения по внесению изменений в Конституцию. И хочу сказать, что именно определенные наши предложения тоже были приняты. В этот день судьбоносные решения принимают бобруйчане всех возрастов. От впервые голосующих до пенсионеров. Сделать выбор могут те, кому исполнилось 18. Чтобы наша Беларусь расцветала, войны не было. Самое главное, чтобы наши дети и внуки были в мир. Это долг каждого жителя республики, города нашего. Чтобы каждый был уверен в завтрашнем дне, что он будет в безопасности, как говорится. Ну и какие-то гарантии будут у него в завтрашнем и в дальнейшем будущем. В стороне не остаемся от тех всех событий, которые происходят в стране, за рубежом и так далее. Сегодня день, который войдет в историю. Новая Конституция – это курс развития на десятилетия вперед. Гражданам не безразлична страна, в которой живут они и будут жить их дети. Всего же в Могилевской области в основной день голосования было открыто 707 участков. Из них 32 в учреждениях, которые оказывают медицинские услуги. В больницах, санаториях, профилакториях и домах отдыха. К проведению важной политической кампании года вся страна шла не один месяц. Каждый белорус имел возможность внести дополнение письменно на диалоговых площадках и общественных приемных. Обратная связь показала – люди за порядок, законность и процветание. 9 из 10 предложений учли в финальном документе. Как итог – новая Конституция, шаг к развитию общества и государства. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Важен абсолютно каждый голос. По данным Центра сберкома, на 18 часов явка – 74,86%. В Витебской области свой выбор сделали чуть больше 78% от общего числа включенных в списки. В Гомельской гражданскую позицию выразили свыше 77%. Могилевская – на третьем месте. Без малого – 77%. В Минской и Брестской – порядка 76%. В Гродненском регионе – почти 75%. В столице – 67,48%. Патриотизм и единение – сегодня тот самый день, про который давно говорил глава государства, которому вся страна готовилась не один месяц, и тот самый, который изменит будущее нашей страны. Республиканский референдум – настоящая история. Ее пишет народ Беларуси прямо сейчас. Воскресное утро в Бобруйске началось непривычно рано. Ровно в 8 часов открылись все участки для голосования. На площадках в течение дня было многолюдно. Отдать свой голос за обновленную Конституцию, которую разрабатывали и обсуждали всей страной, приходили целыми семьями. На 30-м участке свой гражданский долг выполнил и генеральный директор Белшины. Решение Андрей Бунаков принял всего за пару минут. Я очень внимательно знакомился с Конституцией, с проектом Конституции, и сегодня осознанно делаю выбор, делаю выбор за будущую Беларусь. Нисколько не сомневаюсь, что все граждане нашей страны сегодня проявят настоящую зрелость, и, наверное, это будет сигналом всему миру, чтобы мы показали себя, что такое настоящее народное единство. Изменения, продиктованные временем. Больше половины статей основного закона страны подверглись переработке. Добавились 11 новых и целая глава. Все для того, чтобы новая Конституция отвечала современным реалиям и смотрела в будущее. Возможность у каждого человека голосовать или за, или против, но быть активным и прийти и проголосовать – это обязанность каждого гражданина нашей республики. Праздничное настроение – как главный атрибут этого исторического дня. За концерты на площадках отвечали творческие коллективы города. В 35-й школе, где сразу два участка, пели и танцевали ребята из Дворца искусств. Прекрасное настроение. Решили всей семьей прийти проголосовать. Для нас это очень важно. Мы хотим принимать участие в жизни нашей республики Беларусь. Для меня республиканский референдум – это очень важное событие, поэтому я с удовольствием пришла, проголосовала. Желаю, чтобы моя страна была сильной, процветающей и мирной. Чтобы не было войны и все было супер. Как любого каждого гражданина Республики Беларусь – это моя позиция. Каждый должен сделать свой выбор. Я свой выбор сделала. На участках, наряду с членами комиссии и наблюдателями, вовсю трудились и представители торговли. В буфетах для бобручан работал выездной общепит. Это и различные колбасы, выпечка и блюда национальной кухни. В продаже более 40 видов свежей продукции. Наценка не превышает и 15%. Зарегистрировано более 4 тысяч населения. Большая часть из них – это молодые семьи с детьми. Естественно, все они сегодня принимают активное участие в референдуме для того, чтобы сделать свой выбор и отдать свой голос за сильную и процветающую Беларусь. Отдать свой голос за будущее республики приходили те, для кого наша страна стала вторым домом. В их числе – бывшие граждане Украины. Семью Куркоит из родного дома в Донецкой области прогнала война. В 2014-м они были вынуждены бежать из зоны активных боевых действий. Где именно искать спасение долго не думали. Приехали в Беларусь. Здесь помогли с работой, жильем и документами. В феврале Елена получила белорусский паспорт. И уже сегодня женщина впервые участвовала в референдуме на новой родине. Я горжусь, что я стала белорусской. Я этого ждала года два-три, так это точно. Вспомню тот момент, когда все начиналось на Украине в 2014 году. Конечно, я бы не хотела, чтобы здесь, в Беларуси, это было. Я пришла сегодня проголосовать за мир в Беларуси, чтобы было все хорошо. Позади 35 часов досрочного голосования и 12 основного дня. Но самое важное – впереди. Татьяна Горбач, Карина Гуревич, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин, Бобруйск-360. Досрочное голосование позади. Центр избирком подвел итоги явки по стране за пять дней. Свой выбор заранее активно делали и бобруйчане – простые жители, впервые голосующие, и молодые семьи. Карина Гуревич пообщалась с теми, кому небезразлично будущее Беларуси. В Беларуси завершилось досрочное голосование на республиканском референдуме. С первого дня бобруйчане активно проявляли гражданскую позицию и приходили на участки. У каждого свои причины сделать выбор заранее. Одни построили планы на выходные, другие не хотели откладывать важное на потом. Чтобы лучше жилось в нашей стране, конечно же, и экономические условия, чтобы тоже улучшились. Ну, чтобы все было только к лучшему. Такие и голосовые условия. Достигшие 18 лет должны все. Все проголосовать для того, чтобы каждый голос важен. Я за мирную, процветающую Беларусь. За мир во всем мире. Чтобы не было войны. Мы жили под мирным небом. Для Анастасии Свирид самое главное – ее муж и ребенок. Девушка уверенно строит жизнь в Беларуси. Ведь здесь созданы все условия для молодой семьи. Горожанка признается, когда с супругом впервые услышали про референдум, не раздумывая, решили идти голосовать, чтобы подать правильный пример маленькой Анечке. Мы всей семьей решили собраться и съездить уже проголосовать, чтобы в самый последний момент просто не затягивать. Голосую в первую очередь за изменения, за новшества, чтобы наша страна могла в дальнейшем развиваться. Тем более, когда появляются дети, естественно, все мысли о детях и о их будущем. Как они будут в дальнейшем жить, какие будут возможности, будет ли у них крыша над головой. И в дальнейшем, конечно, обучение их. Правом отдать свой голос заранее активно пользовались горожане всех возрастов. Военные, пенсионеры, семейные пары. Молодежный микрорайон тоже не остался в стороне. В 35-й школе сразу два участка. В списках 4331 бобручанин. Сюда жители приходили вместе с детьми. Для малышей здесь подготовили игровую зону. Как сознательный гражданин нашей страны, как мать, я несу ответственность за будущее своей страны. И я хочу спокойно отпускать своих деток погулять на улицу и слышать звонкий смех. Я хочу наблюдать, как гуляют пары по городу. Хочу любоваться красотой наших улиц. Поэтому, как гражданин своей страны, я считаю моим долгом прийти и сделать свой выбор за счастливое будущее. Я пришла на референдум, так как считаю, что мой голос очень важен. Точно так же мы должны приучать наших детей ходить на такие мероприятия, чтобы за них не решали другие люди и делали свое право выбора самостоятельно. За время досрочного голосования формировались и списки тех, кто хочет проголосовать на дому в основной день. На самих же участках создана безбарьерная среда, оборудованы пандусы и специальные кабинки. Для незрячих подготовили специальный трафарет. Бюллетень вкладывается внутрь и по точкам определяется ответ. Одна за, две против. Для слабовидящих есть увеличительное стекло. На всех участках позаботились и о безопасности. Достаточно свободного места для соблюдения дистанции. Кабинки без штор. Чем меньше прикосновений к предметам, тем надежнее. Многие голосующие в масках. Это значимый день в нашей жизни. И поэтому я считаю, что каждый гражданин обязан прийти сегодня проголосовать. Лично я хочу, чтобы у нас было все хорошо. Бобручане досрочно выражали свою позицию на 99 участках. За пять дней, по данным ЦИК, гражданский долг выполнили 42,93% белорусов. В Могилевской области свыше 44%. Карина Гуревич, Татьяна Горбач, Максим Галенка, Станислав Чечерин. Бобруйск, 360. Гласно и открыто. За электоральной кампанией в Беларуси следят международные наблюдатели. Всего их аккредитовано 195. Чтобы удостовериться в прозрачности проведения референдума, свои миссии в наше государство направили СНГ, Шанхайская организация сотрудничества и парламентская ассамблея ОДКБ. Нарушения препятствующих ходу возделения граждан мы не зафиксировали. В Беларуси, как и в других странах, процесс возделения проходит на высшем уровне. Наблюдатели не ограничены в перемещениях по стране и могли общаться с голосующими. После закрытия участков они контролируют подсчет бюллетеней и правильность оформления протоколов. От чертежа до живой стали в Могилеве подвели итоги социально-экономического развития. Звание Человека года удостоен инженер-конструктор Бобрусельмаша за разработку инновационных проектов. В многолетнем опыте и преданности делу далее. Во Дворце культуры области подводят итоги 2021-го. В эти 365 дней в режиме 24 на 7 оказывается медицинская помощь, строится жилье для многодетных, возводятся социальные объекты и бесперебойно производится продукция, известная на всех континентах. Появляются новые рынки сбыта, увеличивается заработная плата и сокращаются нерентабельные предприятия. Так называемые страны дальней дуги в общем объеме экспорта занимают порядка 20%. И можно отметить, что мы имеем положительное сальдо порядка миллиарда долларов. Ну вот эти цифры они говорят сами за себя. И у нас за прошлый год такой рекордный объем по экспорту нашей продукции. Если вот даже взять чисто сельское хозяйство, порядка 100 номинований, ну я имею в виду сельскохозяйственной продукции, в готовом виде мы поставляем в 42 страны мира. Традиционно в этот день чествуют и победители ежегодного конкурса «Человек года» Могилевской области. Почетного звания удостоены сразу 15 жителей региона. Среди них ведущий инженер-конструктор Бобруйск-Сельмаша. Михаил Шкрабов посвятил предприятию 20 лет жизни, создает уникальные в своем роде проекты. Инженер переводится думающий человек. Поэтому мне тяжело было после хозяйства, после сельского хозяйства перейти на эту именно конструкторскую работу. В процессе самое приятное то, когда то, что мы здесь создали на бумаге, создали в компьютере, когда видишь это в железе, в металле выполненное. Успехи Бобруйск-Сельмаша во многом заслуга Михаила Шкрабова. На его счету десятки инновационных разработок. Им нашлось применение не только в Беларуси, но и за ее пределами. География поставок в большинстве – России и Казахстан. Работают здесь также с Доминиканой, Мадагаскаром, Венесуэлой и Нигерией. В год завод производит около тысячи единиц техники. Это 50 видов машин для посева и почвообработки. Пневматическая сейлка – облегченная техника для тракторов меньшей мощности. Ей нет аналога в Беларуси. Сейчас агрегат проходит испытания, затем поступит в продажу. Предприятие – одно из старейших в городе. В 2012-м вошло в состав Бобруйска-Громаша. Сейчас здесь успешно наращивают производство и внедряют современные технологии. Аналогов некоторой техники, в частности зубовой бароне, не найти на всем постсоветском пространстве. Ее особенность – обработка за раз почвы шириной в 22 метра. Вет пять назад еще все спрашивали, что сельмаш еще на плаву. То на сегодняшний день мы на плаву. Третий год подряд в городе мы занимаем по экономическим показателям второе место. Это что-то значит уже. Люди получают среднюю заработную плату по декабрю было 1300. По году мы вышли с нарастающим в 1038 рублей. Заслуженной наградой удостоен и сам Бобруйск. Он признан лучшим в Могилевской области по социально-экономическому развитию. Для города 2021 запомнится как год богатый на грандиозные открытия. Ну а в промышленных лидерах, помимо сельмаша, ТДИА, ТАИМ, Фандок, Пинскдрев, Эковерпро, Универсал Бобруйск, Баро и завод растительных масел. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Предварительные итоги республиканского референдума уже завтра. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин